Севастополь 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 организационные, структурные, штатные вопросы. И думаю, что к январю 2017 года будем готовы принять уже к обучению. Ну а в будущем севастопольские медики наверняка примут участие в всероссийских соревнованиях? Обязательно. Обязательно. Мало того, у нас обязательно, вот почему раз в два года проводится, потому что между этими соревнованиями регионы проводят свои внутренние. И в наших планах обязательно проводить еще и свои соревнования. Вот в 2017 год мы планируем провести свои отборочные внутренние соревнования севастопольские, а победители этих соревнований в 2018 году примут участие в следующих всероссийских. Ну и последний вопрос. В сюжете было сказано, что, помимо прочего, на соревнованиях был также и творческий конкурс. Так ли это и что представлено было? Да. Творческий конкурс был. У нас получился тоже небольшой экспромт, технические накладки. Ну, Галина Владимировна вот непосредственно сама исполняла практически акапеллы песню. Вот. Ей помогали участники других команд. Да, я сама. Это было впервые, действительно, это было, как сказали учредители-организаторы соревнований, это было впервые за проведение всех только на восьмых соревнованиях объединились два капитана разных команд. Мы объединились с командой Перми «Вышка-2», с капитаном, да, которые стали победителем соревнований. Мы объединились два капитана и исполнили песню «Город золотой». Ну, совместная работа, она всегда, конечно, приносит большие результаты. Наше первое участие, вот такой еще первый опыт, как Галина Владимировна сказала, объединения двух команд в творческом конкурсе. Ну, что ж, я вам желаю дальнейших успехов. Спасибо, конечно, за ту работу, которую вы делаете. И еще раз пожелаю успехов в будущих соревнованиях и в вашей деятельности также. Спасибо. Спасибо, что пришли. Напомню, о восьмых всероссийских соревнованиях профессионального мастерства специалистов скорой медицинской помощи и медицины катастроф говорили заведующие подстанции скорой номер 8 Галины Ивановой и заведующие оперативным отделом скорой медицинской помощи Татьяны Федяновой. Эфир РКС продолжается. Увидимся.